Здравствуйте! Вы смотрите новости русского мира. В студии работает Любовь Курьянова в этом выпуске. Парад Победы и акция «Бессмертный полк» стали главными событиями 9 мая по всей России. Великую Победу отметили не только в России, но и по всему миру. О том, как в Германии, Америке, Японии и Сербии расскажут наши специальные корреспонденты. Неделя российской космонавтики успешно прошла в Мексике. А сейчас и более подробно об этих и других новостях. День Победы – важнейший праздник для жителей России. 9 мая мы чтим солдат, защищавших Родину ценой жизни, и вспоминаем тех, кто не вернулся домой с поля боя. В каждом российском городе и поселке проходят парады, возложение цветов к памятникам, встречи с ветеранами, реконструкции сражений, концерты и красочные салюты. В Москве и Санкт-Петербурге в общей сложности в шествии приняли участие более полутора миллионов жителей. В северной столице мероприятие началось под звуки знаменитого ленинградского метронома, после которого сотни тысяч людей двинулись по Невскому проспекту в сторону площади Восстания. В Москве колонну бессмертного полка возглавил президент России Владимир Путин. Глава государства принимает участие в акции уже третий год подряд. Впервые бессмертный полк был проведен в 2012 году в Томске. Понадобилось всего несколько лет, чтобы из локальной инициативы шествие переросло в международную акцию. В прошлом году в ней приняли участие жители 50 стран. В этом году акция проходит уже в четвертый раз. К ней присоединились многие российские города. Кроме того, портреты своих родственников, погибших на фронте, пронесли российские соотечественники во многих зарубежных странах. Немецкий город Нюрнберг начал подготовку к 9 мая задолго до праздника. По всему городу были развешаны плакаты, приглашающие всех, кому дорога память о Великой Отечественной войне, прийти 9 мая на церемонию возложения венков на братские могилы советских воинов. В самом Нюрнберге боев не было. Тем не менее, в городе есть большое воинское захоронение, где покоится прах примерно 5 тысяч советских солдат, попавших в плен и содержащихся в лагерях. В Нюрнберге как раз и находился большой лагерь для военнопленных. Большинство из похороненных на Южном кладбище умерло от изнемождения, болезней, насильного труда, о чем свидетельствуют документы лазарета лагеря. Хоронили их в братских могилах по 400-500 человек. Местные власти добросовестно ухаживают за могилами. И даже восстановили имена всех солдат и офицеров, захороненных здесь. Затем я Измайла Феликс. Я нахожусь в Нюрнберге 9 мая на Южном кладбище, где похоронены советские воины, умершие в плену. Нахожусь у конкретной плиты с именем Березинского Андрея. Он ушел на фронт. Его жена была в положении и дочь, которая родилась за два месяца до его смерти. Она просила набрать землю с его захоронения. По православной традиции, это считается, что он вернулся домой. Москвич Феликс Измайлов, нашедший на Нюрнбергском кладбище могилу своего деда, много лет помогает в поиске потомков и родственников погибших воинов. Земля уедет в Рязань. Будет передана дочери, внучке, с которой я связывался, и внуком, и правнуком. Поэтому я очень надеюсь, что свой долг я выполнил. За это время найдено и оповещено 123 семьи, которые не знали о судьбе своих родственников, числившихся пропавшими без вести. По словам Ирины Фиксель, руководителя русского центра фонда «Русский мир» в Нюрнберге, в последнее время на такие акции собирается все больше молодых людей и семей с детьми. Если 9 мая попадает на выходные дни, многие приезжают из соседних городов. Я очень счастлива, что с каждым годом людей приходит больше и больше. Как вы понимаете, в Германии сегодня рабочий день. Как ни странно, было много детей. Были семьи, которые сорвали детей со школы. Была продленка русского центра сегодня полным составом. Это просто здорово, что нам удалось эту традицию и основать, и запустить. Ты смотришь на это сейчас, когда такое количество людей приходит со всего города, из близлежащих городов приезжают. Ты понимаешь, что это все было не зря. И огромное количество, конечно, благодарностей я сегодня услышала в наш адрес за такую организацию. Несколько лет назад Нюрнберг присоединился к народной акции «Бессмертный полк». Два месяца накануне праздника сотрудники русского центра совершенно безвозмездно обрабатывали, увеличивали фотографии, создавая из них плакаты-щиты, помогая в первую очередь старикам. Важный момент. На плакатах есть фотографии и тех, кто захоронен на русском кладбище в Нюрнберге. И все это ради того, чтобы молодое поколение помнило. Какой праздник сегодня? Сегодня День Победы. Почему сегодня столько людей здесь? Почти память погибших солдат. Я не хочу, чтобы была война. Я не хочу, чтобы кто-то погибал. А что ты знаешь еще о войне? Я знаю, что для них была золотая еда, это перловка. Свои боги, я тут за победу. Мы не хотим войны. Список государств, где в День Победы прошло шествие бессмертного полка, пополнил японский город Осака. В Генконсульстве России состоялась встреча соотечественников, которая приурочена ко дню Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Отпраздновать 72-ю годовщину вместе в теплой дружественной атмосфере в Генконсульстве города Осака пришли около 50 соотечественников, живущих в районе конца Японии. Впервые в Японии состоялась акция «Бессмертный полк». На мой взгляд, для тех людей, которые долго или коротко живут за границей, этот праздник приобретает какое-то особое звучание, поскольку помимо того, что мы сегодня, спустя 72 года после нашей Великой Победы, вспоминаем о тех годах, это еще и некий объединяющий нас праздник, праздник русского духа, праздник патриотизма, который помогает нам в очередной раз встретиться, обсудить те или иные наши насущные проблемы и просто побыть вместе. Побыть вместе накануне этого великого и очень важного для всех праздника. Гости пришли отдать дань памяти павшим за родину дедам со своими семьями в основном в смешанных браках, где один из супругов является гражданином Японии. Японцы вместе со своими русскими половинками и детьми почтили павших и отпраздновали этот день вместе. Дедушка Тедерин Владимир Тимофеевич. Он прошел всю войну, воевал в Румынии, закончил войну сержантом. Еще у меня есть дедушка Берников Михаил Егорович. Он тоже прошел всю войну и закончил ее на Дальнем Востоке. И у него остались очень глубокие впечатления и душевная травма о том, как он прошел войну. Цветы, георгиевские ленты, портреты погибших героев создавали атмосферу воодушевления и гордости за подвиг советского народа. В преддверии 9 мая, в день святого Георгия Победоносца, в столице Молдовы прошла гражданская акция «Бессмертный полк». Акция проходит в столице Молдовы третий год подряд. Участники шествия, а это в основном были учащиеся русских лицеев столицы, шли по центральным улицам Кишинева с портретами ветеранов Великой Отечественной войны. Одним из инициаторов проведения шествия «Бессмертного полка» выступило общественное движение «Русское духовное единство», которое возглавляет Петр Донцов. Георгий Победоносец считается покровителем воинов. И как мы знаем, что верховный командующий давал Георгию Константиновичу Жуку команду, чтобы завершить войну, подписать капитуляцию именно 6 мая. И сам Георгий Константинович – это его святой, имя которого он носил. Поэтому в этот день, как бы сам Бог велел именно в этот день начинать проводить мероприятия, почтим память тех людей, которые отдали свои жизни за то, чтобы мы жили под этим мирным, красивым небом. Такая акция позволяет осуществлять преемственность поколений. Участники акции возложили цветы к вечному огню мемориального комплекса «Вечность». Затем колонна направилась к памятнику советским воинам-освободителям, воздвигнутому перед Академией наук. Завершилось шествие концертом, в ходе которого были исполнены песни и вальсы военных лет художественными коллективами Кишинева и Тирасполя. Торжественный вечер, посвященный празднованию 72-й годовщины Победы, состоялся в Российском культурном центре в Вашингтоне. На вечере присутствовали ветераны, представители организации соотечественников, дипломатических миссий, а также американские гости. Концерт «Песни Великой Победы» исполнили российские артисты Артем Старченко и Виктория Сухарева. В программу были включены любимые песни военных лет «Темная ночь», «Синий платочек», «Ехал я из Берлина», «Катюша», «В землянке». Песню «День Победы» весь зал пил стой, не скрывая слез и эмоций. Артистам горячо аплодировала публика. День Победы! День Победы! День Победы! Мероприятия, посвященные Дню Победы, всегда вызывают большой отклик в Вашингтоне среди соотечественников с трепетом и гордостью, отмечающих этот великий праздник. Праздничный концерт в честь Дня Победы прошел и в сербском городе Любине. Стихи и песни, посвященные главным военным событиям Великой Отечественной, в исполнении сербских школьников и студентов, изучающих русский язык, провели зрители по фронтовым дорогам от начала войны до самой Победы. На концерте были исполнены песни «Священная война», «Катюша», «Майский вальс» и другие известные музыкальные произведения. По словам организаторов концерта, события тех далеких военных лет остаются актуальными и сегодня не только для ветеранов, но и для молодежи. Это свидетельствует о том, что патриотизм жив и жива память о всех, кто добывал свободу в этой страшной войне. Фотовыставка «Русский космос» прошла в историческом центре Мексиканской столицы на базе одного из учебных центров Национального политехнического университета. Это мероприятие стало завершающим этапом недели российской космонавтики, проведенной в латиноамериканской стране при поддержке фонда «Русский мир». Выставка посвящена основным этапам освоения космического пространства Советским Союзом и впоследствии России. Мероприятие было открыто при участии космонавта, героя Советского Союза Анатолия Арцебарского и декана факультета социального машиностроения МГТУ имени Баумна профессора Владимира Калугина. Участники выставки считают, что неделя российской космонавтики в Мексике прошла успешно. В ходе поездки к представителям Бауманского университета подходили студенты, которые уже готовы отправиться туда для получения соответствующих знаний. У них есть принципиальный интерес поехать именно в Россию, отметил Владимир Калугин. В Москве в холодные майские дни состоялся теплый прием гостей в государственном образовательном учреждении Воробьевы горы. Там состоялся галоконцерт и церемония награждения второго комплексного образовательного проекта «Восстановление Крыма с Россией». Все подробности в специальном репортаже нашего корреспондента Евгении Фухурдиновой. Мы находимся на галоконцерте и торжественной церемонии награждения второго комплексного образовательного проекта «Воссоединение Крыма с Россией». В проекте приняли участие более 13 тысяч человек. И сегодня на сцене Большого концертного зала «Воробьевы горы» выступят победители и призеры творческих конкурсов, реализованных в рамках данного проекта. В прошлом году Дворец творчества детей и молодежи стал инициатором комплексного образовательного проекта «Воссоединение Крыма с Россией», который позволил объединить культурное и образовательное пространство Москвы, Крыма и Севастополя. События Крымской весны 2014 года навсегда вошли в историю России, как олицетворение подъема национального самосознания, живое воплощение русской национальной идеи. «Я хочу сказать, что познакомился с городом Севастополем я в 2015 году и посетил его несколько раз и был покорен и самим городом, и людьми, и был поражен тому, как сохраняются традиции, традиции патриотизма, воспитания, духа патриотизма. Совершенно великолепная история города Севастополя, она, естественно, поражает своей грандиозностью». В рамках проекта был проведен и литературный конкурс «Боевая слава Севастополя», способствующий расширению знаний школьников о городе Севастополе и его роли в истории русских побед. «Я написала про боевую славу Севастополя, где я расписала всю историю Крыма с момента, когда Крым стал уходить в Российскую империю и до наших дней». Комплексный образовательный проект «Воссоединение Крыма с Россией» призван объединить образовательное пространство Москвы и Севастополя, имея важную патриотическую и социальную направленность – воспитание гражданина, знающего свою подлинную историю и любящего свою страну, одаренного, творчески развитого, готового к новым открытиям. Евгения Фахурдинова, Андрей Челышев, телеканал «Русский мир». Дорогие друзья, напомню вам, что наша телерадиокомпания проводит конкурс «Корреспондент Русского мира». Свои видеозаписи вы можете присылать нам на почту конкурсросмирсобакоджимейл.ку. Самые активные корреспонденты смогут принять участие в качестве кинодокументалистов Фонда «Русский мир» в 19-м фестивале молодежи и студентов, который будет проходить в октябре 2017 года в городе Сочи, а также в мероприятиях Ассамблеи «Русского мира» в городе Нижний Новгород. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». До новых встреч и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok